Садхгуру Абудди Гаутами Гаутама посещал каждого из известных просветлённых мастеров своего времени. Он обладал настолько блестящим интеллектом, и его желание познать было настолько сильно, что когда он приходил к учителю, на что обычно требовались годы, он постигал это за недели. Существует восемь типов самадхи, он познал их все, но по-прежнему знал, что это не вся полнота жизни, и в нём по-прежнему горело желание поиска. Когда он перепробовал всё, и ничего не сработало, он выбрал крайне суровый путь, который называется саманас. Один из важнейших принципов их образа жизни — никогда не просить еды, только постоянно идти, идти, идти. Гаутама настолько строго следовал этому пути, что он даже не шёл туда, где ему могли дать пищу. Он просто шёл прямо. Он очень сильно истощил своё тело в процессе. Его тело стало невероятно слабым. Он стал одни кожи до кости, поскольку не искал пищу сам. Он ел только, если ему предлагали пищу. Однажды он подошёл к берегам реки Неранжины. Это маленькая речушка сантиметров 60 в глубину, с относительно быстрым течением. Он попытался перейти её вброд. Перейдя её только наполовину, он больше не мог ступить ни шагу. В его теле совсем не осталось сил. Рядом торчала засохшая ветка, и он схватился за неё. Мы не знаем, как долго он стоял там. Он чувствовал невероятную слабость, еле держался на ногах, и когда он стоял там, ухватившись за ветку, наверное, ему казалось, что прошло очень много времени. Может быть, прошло всего несколько минут, а может быть, несколько часов, мы не знаем. Но ему показалось, что прошло очень много времени, он просто стоял там. У него не было сил сделать следующий шаг, но он не из тех, кто сдаётся. Внезапно он понял, что проблема была в том, что он пытался осознать, не позволяя этому поглотить себя. Он старался самостоятельно ухватить это. Он пытался осознать то, что бесконечно, то, что безгранично. Внутри у него всё затихло. Вдруг он почувствовал силы, чтобы сделать эти несколько шагов через реку. Он перешёл её и сел под деревом бодхи. Он сел и решил, «Я буду сидеть здесь, и либо я стану частью этого, либо я здесь умру. Я не встану с этого места». И он просто сидел. Поднималась полная луна, и он достиг наивысшего. Он сидел там в состоянии экстаза и блаженства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok